Сегодня, 30 марта, первый день нерабочей недели. Нельзя сказать, что улицы Нарьинмара совсем опустили, но горожан действительно стало меньше в связи с ограничительными мероприятиями, веденными в действие губернатором Ненецкого округа в последний день предыдущей рабочей недели, 27 марта. Нерабочие дни, объявленные президентом России с 30 марта по 3 апреля, нельзя путать с выходными днями или каникулами. Население страны в условиях пандемии коронавируса должно оставаться в своих домах и квартирах и покидать их можно только в случае крайней необходимости. Сходить в магазин, аптеку, выгулить собаку. Не рекомендуются и прогулки с детьми. Согласно постановлению губернатора Ненецкого округа, все заведения общественного питания должны временно приостановить свою работу на время нерабочей недели. Мы решили проверить, действительно ли соблюдаются указания губернатора. Отмечу лишь, что разрешается продажа на вынос и доставка. При входе в зал одного из популярных кафе в Нарьенмаре, где обычно много посетителей, видим стол, на котором располагается меню и дезинфицирующие средства. Рабочий персонал в медицинских масках делает каждый свою работу. Мы работаем в режиме доставки и работаем в режиме самовынос. У нас организована зона выдачи заказов. Курьер приходит, забирает заказ и отвозит гостям и заказчикам. Заказов, ну, я бы не сказала, что очень много, но заказы есть. Наша цель – сохранить рабочие места. Наша цель – сохранить рабочие места, сохранить свою команду. Поэтому мы сделаем для этого абсолютно все. Как сообщила управляющая, в гостинице сейчас проживает два гостя, которые соблюдают правила самоизоляции и на днях покинут город. Помимо заведения общественного питания, также свою работу должны временно приостановить торговые центры и места массового скопления людей. Сейчас мы посмотрим, как соблюдаются правила. Внутри торгового центра работают практически все магазины, кроме аптеки. Людей немного, но они есть. Спрашиваем, что заставило выйти из дома. Не позвонить, ничего. То есть, вот телефон купила. Ага. Как вы вообще относитесь к нерабочей неделе? Соблюдаете ли правила? Да, конечно. Хлеба купим и сидим дома. На это вынужденный мир? Ну, без телефона-то никак тоже. На связи надо быть. В обязательном порядке продолжают работать салоны мобильной связи и учреждения, обеспечивающие связь в регионе, а также продуктовые магазины. В одном из таких персонал пожаловался, что в течение дня их посещает очень много пожилых людей, ставя под угрозу и свое, и их здоровье. Несмотря на запреты для лиц старше 60 лет не выходить на улицу и погодные условия, очень сильный ветер. Некоторые пенсионеры вынуждены покидать свои дома. Одна из таких – Евстолия Витальевна. В 73 года пенсионерка медленными шагами идёт по гололёду до ближайшего магазина. Но и этот путь кажется ей огромным. Вот надо в магазин сходить, собаку выгулять. Скажите, а вы пользуетесь помощью волонтёров? Сейчас есть волонтёры, которые… Нет, я их не видела, не знаю где. Сегодня до магазина проводили её мы и передали контакты пенсионерке в волонтёрский центр по оказанию помощи населению в условиях распространения коронавирусной инфекции. Но сколько ещё таких людей высокого возраста, которым некому помочь? Кстати, кроме волонтёрского центра, телефон которого вы видите на своих экранах, помочь старшим могут ведь и соседи по дому. Давайте не будем равнодушными. С начала недели в округе закрыты учреждения дошкольного воспитания, а также организации дополнительного образования, принадлежащие индивидуальным предпринимателям. В отличие от государственных учреждений, они работали до 28 марта. Запрещены все спортивные и культурные мероприятия. В Дворце культуры Арктика билетные кассы закрыты, в гардеробе нет ни одной куртки, а вход в здание ограничен. Сложно представить, что главный культурный центр региона будто уснул и с нетерпением ждёт возвращение зрителей и артистов. Но каждый из нас должен понимать, что это вынужденная мера, к которой нужно отнести серьёзно, чтобы обезопасить себя и своих близких. Помимо вышеперечисленных организаций, свою работу приостановили учреждения в сфере услуг, в том числе салоны красоты, фитнес-центры, а также стоматологические кабинеты. Последние оказывают только экстренную помощь. Закрыты многофункциональные центры. Почтовые отделения по 1 апреля не будут принимать посетителей, однако пенсии доставляться будут, как и обрабатываться почтовая корреспонденция. Отделение социальной защиты приостановило контакты с населением, но работа здесь продолжается. Все начисления производятся и выплачиваются. Подтверждать льготы не надо, они продлеваются автоматически. Работают все службы жизнеобеспечения, органы власти, социальные фонды, больницы и аптеки. Даже в условиях ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, телеканал «Север» продолжает свою работу, чтобы рассказывать телезрителям о самых актуальных и важных событиях в регионе.